На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Премию молодых политологов России Дегория завоевал член общественной палаты округа Кирилл Котов. Эти форумы очень важны и нужны, потому что с молодежью нужно общаться. В последние выходные лета в учреждениях культуры Ленинского округа пройдут дни открытых дверей. Квиз будет на тему «Моя столица» приурочен к дню города Москвы. На набережной реки Купеленке впервые прошел фестиваль танца. Очень интересный фестиваль. У меня дети занимаются танцами, поэтому нам очень интересно. Член общественной палаты Ленинского городского округа Кирилл Котов стал победителем в специальной номинации второй национальной премии молодых политологов России Дегория. Наш корреспондент Юлия Погосян встретилась с призером, чтобы подробнее узнать о конкурсе и современных направлениях в развитии политологии страны. Общественно-политической деятельностью видновчанин Кирилл Котов занимается не первый год. Является членом общественной палаты Ленинского городского округа, участвует в благотворительности и волонтерстве. Сотрудничает с научно-исследовательскими институтами, выполняя государственный заказ. В своем молодом возрасте достиг профессиональных успехов политологии и доказал это на конкурсе молодых политологов России. Добедителем в номинации политические коммуникации стал Котов Кирилл Кирилл Кирилл. В начале августа проходил уже в четвертый раз Всероссийский форум молодых политологов Дегория. И в рамках этого форума проходила премия молодых политологов Дегория в трех номинациях. Я в номинации политические коммуникации занял первое место. В форуме наш герой участвовал впервые. Подготовка к конкурсу заняла немало времени. Необходимо было представить портфолио, которое бы отражало профессиональный опыт и проект, наполненный новизной политтехнологической направленности. Тренд сейчас достаточно един. Это цифровизация, диджитализация, айтизация, в том числе политические коммуникации. Но победа в конкурсе – это лишь приятное дополнение к тем знаниям и опыту, которые Кириллу Котову удалось получить в рамках форума. Эти форумы очень важны и нужны, потому что с молодежью нужно общаться, делиться своими представлениями, картиной мира, послушать старших товарищей, в чем-то с ними синхронизировать свое понимание политической жизни. И еще более важно для нашего государства, для наших лиц, принимающих решения, услышать молодежь, услышать голос нового поколения, дать им возможность представить свои идеи и проекты. Кирилл отмечает, сам форум и конкурс, организованные на высшем уровне. Спикеры, высокопрофессиональные специалисты, российские политологи, которые долгие годы проработали в правительстве страны. Когда ты получаешь некий грант качества от старших товарищей и коллег, ты понимаешь, что все делаешь правильно и работаешь в верном направлении. Для меня это самое важное. В планах у Кирилла Котова продолжать профессиональный рост и этот опыт реализовывать на благо Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Доблятова. Видно этого. Нетипичная для конца августа жаркая погода продержится в Подмосковье как минимум до выходных. К тому же жители периодически жалуются на гарь от лесных пожаров, распространяющихся в Рязанской и Владимирской областях. Как видновчане переносят жару и смок, и что делать, чтобы пережить превратности погоды без последствий, расскажем в нашем следующем сюжете. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Столбик термометра то и дело преодолевает отметку 30 градусов тени. И это при полном отсутствии осадков. Асфальт и бетон буквально плавятся под палящим солнцем. Видновчане спасаются от жары у водоемов и фонтанов. Как переносите жару? Нормально. Вас не пугает, что я еще не делаю? Нет, наоборот, радуемся теплым денежком. Очень тяжело. Что делаете, чтобы пережить эту жару? Вот пришли к фонтану спасаться от жары хоть как-то. Дочка у меня любит влажными салфетками обтираться. Нормально переживаем. Нормально. Кушаем мороженое, гуляем. Я нормально переношу. Ну хорошо. А ребенок как? Он купается. Стараемся пить побольше и быть в тени. Но жара влияет не только на самочувствие людей. Она способна провоцировать масштабные пожары, которые молниеносно распространяются и трудно поддаются тушению. Сейчас горят обширные территории в Рязанской и Владимирской областях. Москву уже накрыл смог от них. А как дела обстоят, видно. Смога не ощущаете? По утрам. По утрам есть смол, да? Больше всего ближе к дону. Оттуда тянет, судя по всему. Ага. То есть, в общем, все-таки дышать тяжеловато, да? Ну, с утра, да. Иногда даже чувствуется гарь. А так, в целом, нормально. Днем как-то разгоняет, либо запах уже не чувствуется. У нас родственники в Рязани, вот им тяжело. Ага. А у нас видно, что хорошо. У нас все хорошо. Видно вроде более-менее по утрам, только если только. А так, вроде нормально. Днем вообще не чувствуется. Особенно чувствуется вечером и под утром. Так, чуть-чуть запах есть. Смог отрицательно влияет на организм человека. Медики советуют чаще проводить влажную уборку в помещениях, включать кондиционер или увлажнитель воздуха. А на окна повесить влажную марлю, чтобы она задерживала токсические вещества. При сильном загрязнении воздуха следует ограничивать пребывание на улице и носить маску или респиратор. На совещании с правительством региона и руководителями муниципалитета в формате видеоконференции губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион также участвует в ликвидации пожаров на территории Рязанской и Владимирской областей и призвал держать ухо востро и жителям Подмосковья. Нелишним будет напомнить и обратиться ко всем, кто отдыхает в летнее время, предельно аккуратно быть и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнём. Это всегда очень печально заканчивается. В зоне повышенной опасности возникновение пожаров Ленинский городской округ, Воскресенск, Егоревск, Коломна, Орехово-Зуево, Павловский посад, Ступино и Шатура. На этих территориях губернатор призвал задействовать все доступные средства для оперативного мониторинга и патрулирования лесов. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. У нас в студии гость, заведующий травматологическим отделением Видновской районной клинической больницы Ибрагим Абакаров. Тема нашей беседы – профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здравствуйте, Ибрагим Абакарович. Добрый день, Максим. Принято считать, что травматология – это тема какая-то зимняя, там больше всего травм происходит, но, как я понимаю, и летом работы у вас хватает? Да, и летом особенно часто возрастает количество случаев и детского травматизма, и дорожно-транспортного происшествия, потому что появляются мотоциклисты, а у них, как правило, очень тяжелые травмы, высокоэнергетические. И, к сожалению, в некоторых случаях бывают и летальные случаи, несовместимые с жизнью. Поэтому стоит, наверное, и на летнем травматизме заострить внимание, есть о чем поговорить. Ну, помимо дорожно-транспортных происшествий, я думаю, здесь уже только сам человек может, собственно говоря, внимательнее относиться к своему стилю вождения и избегать попадания в какие-то сложные ситуации. Помимо этого, на что людям обратить внимание в летний период, особенно сейчас жара, открытые окна? Ну, открытые окна, да, время уборок, время, как правило, родителей отвлекается, дети сами себе предоставлены, и остается без внимания, к сожалению. И что мы видим? Чаще всего ребенок опирается на москитную сетку, а это незащищенная стенка проваливается сквозь эту москитную стенку, и, к сожалению, много случаев падения с высоты, и по Московской области с начала года уже более 20 случаев, даже, по-моему, вплоть до смертельного исхода. Стоит быть бдительным, что касается вот тех же падений с высоты. Ну, самое простое, самая надежная защита – это детские замки, где откидная система, и независимо, что там стоит за окном, закрыл на замок, включил эту откидную систему, и, пожалуйста, спокойно делать свои дела. Ну, и кроме того, как я понимаю, сейчас дети очень много проводят времени на свежем воздухе, на детских площадках, и, видимо, это тоже такой дополнительный опасный объект для получения травм. Что касается детского травматизма на площадках, да, естественно, особое внимание обращать на тех же каруселях, где ребенок может случайно вылететь, споткнуться, часто они падают, ломают себе верхние и нижние конечности. Те дети, которые поступают к нам, чаще с этими травмами поступают. Какие существуют способы оказания первой медицинской помощи? Что нужно делать и что делать не следует? Значит, если, не дай бог, случилось, там на той же детской площадке, площадке ребенок упал, и вы видите, конечность отекла, да, нужно обездвижить подручными средствами эту конечность, банально сделать шину для руки, для ноги можно, если нет до приезда скорой веточку, кусок твердого предмета, который можно подвязать, конечность обездвижить ее. Вот, как мы зашинировали, обездвижили, это позволяет исключить травматизацию, если сломана кость, то исключить травматизацию магистральных сосудов, периферических нервов и дожидаться приезда скорой помощи. Ну что ж, спасибо, что пришли и рассказали столько интересных вещей. Единственное, наверное, хочется все-таки пожелать жителям, чтобы они не часто обращались за таким видом помощи. Да, я, безусловно, желаю всем крепкого здоровья, желаю, чтобы они были более бдительны, чтобы соблюдали правила дорожного движения и убеждались в том, что и другие соблюдают эти правила. Потому что зачастую человек, да, он все соблюдает, тот же пешеход, переходя по пешеходному переходу, либо когда он идет на зеленый светофор, он не просто должен переходить, а должен быть убежден, что и водители не всегда попадаются добропорядочные, что они тоже соблюдают правила. Надеюсь, наши зрители прислушаются ко всему, что вы сказали. Еще раз спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заведующим травматологическим отделением Видновской районной клинической больницы Ибрагимом Бакаровым. К другим новостям. Пополнился фонд библиотеки поселка совхоза имени Ленина. Несколько книг преподнесли в подарок руководитель теряотдела Картинский Андрей Звеков, депутат Мария Гаевская и представитель главного акционера ЗАО совхоз имени Ленина агрокомплекса Ротагра Сергей Вырлеев. Добрая традиция зародилась более двух лет назад. С тех пор книжный фонд библиотеки пополнился более чем на 200 экземпляров. И вот новые подарки. Очень рады, что наши с вами жители развиваются, процветают, читают. И именно то, что они хотят, мы стараемся регулярно приобретать. Действительно, списки книг, которые преподносят в подарок, формируются на основе предпочтений читателей. Люди интересуются, а в наличии их нет. Не стал исключением и нынешний визит в библиотеку. Еще пять популярных произведений станут доступны жителям поселка. Совхоза имени Ленина. В последние выходные лета в учреждениях культуры Ленинского округа пройдут Дни открытых дверей. Библиотеки и Дворцы культуры познакомят посетителей с творческими коллективами и кружками, а также проведут мастер-классы для всех желающих. Например, в Центральной Видновской библиотеке юные гости смогут слепить съедобные поделки. А после мастер-класса работники учреждения проведут квиз для участников всех возрастов. Квиз будет на тему «Моя столица» приурочен к Дню города Москвы. Он у нас бесплатный. Можно прийти кому угодно, то есть взрослым, собрать семью. Это опять-таки повод посидеть, провести вечер с детьми, с семьей, с друзьями. Если вы придете без компании, компанию вам тоже подберем. Центральная библиотека откроет двери для всех желающих в субботу, 27 августа, начало мероприятия в 12 часов. Дворец культуры «Видное» приглашает гостей в воскресенье в 3 часа дня. В программе концерт, спектакль для самых маленьких, а также развлечения и игры с аниматорами. Дни открытых дверей состоятся во всех учреждениях культуры округа. Узнать подробную программу вы сможете на сайте администрации муниципалитета. На набережной реки Купеленки впервые прошел фестиваль танца. Для посетителей мероприятия были организованы мастер-классы по бачате, сальсе, джаз-фанку, хип-хопу и показательные выступления от профессиональных танцоров. Летом праздники на открытом воздухе пользуются особой популярностью. Набережная Купеленки – прекрасное место для проведения интересных мероприятий. В этом убедились организаторы фестиваля танца. Идею поддержал территориальный отдел «Видное» 6 микрорайон и администрация округа. Сегодня праздник, праздник танца, праздник хорошего настроения. Больше всего приятно то, что праздник этот организован нашими жителями. Буквально рождающийся сегодня парк Купеленка, городской, муниципальный парк Купеленка, вот здесь, где мы с вами сегодня и сейчас, он будет развиваться, он будет разрастаться, он будет наполняться вашими интересами. Для гостей праздника преподаватели танцевальных школ округа подготовили многочисленные мастер-классы. Любой желающий мог попробовать себя в хип-хопе, джаз-фанке, восточном танце, а также погрузиться в мир зажигательной сальсы и чувственной бачаты. Хореограф Ольга Петрова отмечает, что в микрорайоне очень много жителей, которые любят танцевать. Вообще счастлива, что у нас есть такие площадки в городе, где мы можем развивать эти направления. И вообще общество должно общаться, оно должно встречаться, должно заниматься какими-то активностями, устраивать такие суперские фестивали. Фестиваль собрал более сотни местных жителей. Многие признавались, что с удовольствием посещают подобные праздники и с нетерпением ждут, когда будет следующий. Очень интересный фестиваль. У меня дети занимаются танцами, поэтому нам очень интересно. А юные посетители фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах по плетению косичек и росписи морских камней на тему «Как я провел лето», а также проявить фантазию и нарисовать любимый танец. Наталья Буслаева, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.